Здравствуйте! В эфире новости на вашем канале в студии Айджан Казакбаева. Сегодня в Кыргызстане проходят выборы в некоторой местной кенеши и референдум по внесению изменений в Конституцию. Выборы депутатов местной кенеши проходят на 1900 участках для голосования. По референдуму же кыргызстанцы голосуют на 2301 участке. Избиратели по данным государственной регистрационной службы в окончательных списках на местные выборы числятся 2 млн 313 тысяч человек. В списках референдума значится 2 млн 851 тысяч граждан. За пределами Кыргызстана будут голосовать 14 тысяч человек. Для обеспечения безопасности процесса голосования сегодня службу по всей республике несут свыше 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По всем вопросам, связанным с ходом голосования, избиратели могут обращаться по номеру 119. Кол-центр работает до 20.00. Своё избирательное право как по выборам в местной кенеши, так и по референдуму реализовал сегодня и глава государства. К 11 утра он традиционно прибыл на избирательный участок 12.09. После того, как Алмазбек Атамбаев прошел процедуру голосования, он ответил на вопросы журналистов. Касались они, конечно, прежде всего его мнения о том, какие шансы у баллотирующихся партий. Помимо этого, глава государства еще раз призвал граждан прийти на выборы и отметил, что сегодня почти невозможно устроить карусели, вбросы и другие нарушения выборных правил. А потому надеются, что хотя бы 30% избирателей примут участие в голосовании и референдум можно будет считать состоявшимся. Подробности в нашем репортаже. Избирательный участок номер 1209 в Бишкеке. К нему вот уже несколько лет, когда в стране проходят выборы, приковано особое внимание международных и местных журналистов, поскольку именно здесь голосует президент. Затем глава государства традиционно отвечает на вопросы журналистов. И сегодня Алмазбек Атамбаев прежде всего поделился со своими ожиданиями относительно активности избирателей. Ехал по дороге, вспоминал предыдущие референдумы, выборы, вспоминал, как однажды в одном из районов Кыргызстана проголосовали 110% от числа избирателей. Был и такой факт. А сегодня, вот в этом году мы, ну я молю у Бога, чтобы на референдум пришли 30% избирателей, чтобы был пройден порог. И, конечно, есть беспокойство, но с другой стороны, есть и огромная радость, потому что настолько страна изменилась, страна, в которой голосовали на референдумах, выборах всегда под 100%, иногда 110%. Сегодня мы думаем, чтобы хотя бы пришли 30%. И, конечно, у меня очень большое пожелание, мечта и надежда, что народ поддержит референдум и вот те позитивные изменения, которые есть в стране, чтобы они стали необратимыми. Потому что сегодняшний референдум – это еще один очень большой шаг к демократии, то есть к власти народа. Ну, следующий шаг, видимо, уже будет после выборов нового парламента, после 2020 года. Разумеется, президента журналисты спросили и относительно поправок в Конституцию. О том, какая из них ему больше всего нравится. Все изменения там кардинально важны. Ну, конечно, особо важны изменения, которые закрепляют независимость страны. Все-таки мы единственная страна в мире, которая добровольно отдала свою независимость на откуп комитету даже такой уважаемой организации, как Организация Объединенных Наций. Комитет – это 16 человек. Мы знаем, как набирается большинство в комитетах и даже на сессии Генассамблеи ООН. Вы все об этом знаете. Не обошли журналисты и тему подкупа голосов избирателей. Президента спросили про закон, который в парламенте вызвал жаркие споры. Самая главная потеря и самая главная беда, которую принес нам Акаев – это то, что была развалена нравственность, было популяризировано фарисейство. Фарисейство, двуличие, воровство. Ну, а Бакиев уже как достойный ученик Акаев, он это уже довел до абсурда, до объединения с криминалом, с бандюганами. И, конечно, можно бороться и силовыми методами, и нужно бороться. Но, возможно, прав и Бабанов, который говорит, что из этого можно сделать повод какую-то партию снимать с выборов. Все-таки вот такую ситуацию невозможно представить ни в европейских странах, ни, например, вот в Иране. В Иране я не думаю, что население живет лучше нашего. Я там сам был, но есть вот такие скрепы в людях, скажем, как сейчас по-русски говорят, скрепы. Крепкая, нравственно, что ли, что это грех. И я думаю, что это тоже пройдет. Ответил президент и на вопрос относительно, кто может пройти в Бишкекский городской Кенеж. Ну, я думаю, на мой взгляд, видно, что пройдут СДПК и Республика. Пока. Пока я вижу, кто явно пройдет. А про остальных я пока не знаю, кто пройдет, кто не пройдет. Но вы видите, что рекламы было очень много. Но эти партии системно очень работают. Хороший шанс у ОНГ был, но вот поддержка со стороны Токебаева увеличила шансы или уменьшила это, я тоже не знаю. Поэтому, вы знаете, чем прекрасны сегодняшние Кыргызстанные выборы, не знаешь итогов выборов. Я помню те времена, когда заранее знали, какие будут выборы, кто сколько мандатов получит. Поэтому в этом и прелесть нашей страны. Мы не знаем, что будет, кто сколько получит мест. Республика Таджурд намерена поставить вопрос о передаче функции формирования списков избирателей ЦИКУ. Об этом сегодня во время голосования заявил лидер парламентской фракции Умурбек Бабанов. В необходимости такого решения депутат убедился лично. Несмотря на то, что Умурбек Бабанов и его супруга прописаны по одному адресу, ГРС решил иначе. Голосовать семье лидера парламентской фракции пришлось не только в разных участках, а даже в разных селах. Подробности в нашем следующем сюжете. Голосовать на свой участок в селе Чокморов лидер парламентской фракции Республика Таджурд Умурбек Бабанов приехал к 10 утра. К этому времени сельчане уже активно принимали участие в выборах. Парламентарий высоко оценил активность избирателей и подготовку к голосованию. Это ТУИК избирательный участок 7197. Это маленький избирательный участок, около 700 избирателей. Но организовано очень хорошо. Я вижу, что сейчас где-то 9.40 люди есть, присутствуют люди. Очень аккуратно провели идентификацию, вручили бюллетень. Это очень хороший показатель. А вот готовность к выборам ответственных государственных органов оставляет желать лучшего. У лидера парламентской фракции Республика Таджурд возникли претензии к работе ГРС. По мнению Мурбека Бабанова, нужно лишить этот орган функции по формированию списков избирателей. Насколько плохо была выполнена эта работа, законодатель смог убедиться лично. В этот раз, не знаю, государственная регистрационная служба со своими экспериментами доэкспериментировалась, наверное. Так получилось, что я со своей супругой оказался в разных участках. Я голосую в этом участке, моя супруга голосует в Таштубинском. Я думаю, по поводу формирования избирательных списков, мы, наверное, очень тщательно должны в парламенте рассмотреть. Этот вопрос парламентская фракция теперь намерена поднять на законодательном уровне. Скорее всего, мы должны, наверное, формирование списков передать центральной избирательной комиссии. Потому что суть Центральной избирательной комиссии, она формируется за счет оппозиции, за счет коалиции большинства. То есть это делалось для того, чтобы были равные права. Равные права. А так получилось, что формирование списков мы отдали ГРС, государственной регистрационной службе. Тем самым, мне кажется, учет списков или же равного права, я считаю, он в какой-то степени нарушен. Но мы сейчас собираем факты. Я думаю, мы этот вопрос рассмотрим. К реформам выборного законодательства депутаты приступят после каникул. Они завершатся уже на следующей неделе. В связи с выборами Джигур-Кукинеш разъехался по регионам для встреч с избирателями. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев, Урмат Акымбекулу, НТС. Между тем, в Центре избирательной комиссии постоянно ведут предварительный учет голосующих. Первые цифры о том, сколько человек выразили свою волю, были собраны в 10 утра. Их по областям и конкретно по городам, отдельно по местным выборам и отдельно по референдуму, озвучили на специальном брифинге члены ЦИК. Там же за ходом голосования следят и некоторые международные наблюдатели. Всего, напомним, с этой миссией в Кыргызстан прибыло около 150 представителей из 25 стран мира и 33 международных организаций. На 10 утра в референдуме по поправкам в Конституцию приняло участие более 95,5 тысяч человек. Это 3,3% от общего количества избирателей. На выборах депутатов местные Кенеша проголосовало более 54 тысяч человек. Согласно данным ГРС, принять участие в голосовании сегодня смогут более 2,5 миллионов человек. За пределами республики проголосуют 14 тысяч граждан Кыргызстана. 405 округов, включая 22 городских и 384 Аильных Кенеша. Сегодня предстоит выбрать около 1350 депутатов местных советов. Для проведения референдума по конституционным поправкам было открыто более 2380 участков. По словам международных наблюдателей, выборы были организованы на достаточно высоком уровне. Особо были отмечены используемые Кыргызстаном новые инновационные технологии. Несмотря на сложности систем, ваша страна все-таки решила максимально использовать новые технологии. И это со временем наверняка будет окупиться. Тем не менее, по словам международных наблюдателей, процесс голосования начался с курьеза. Отпечатки первого голосовавшего на одном из избирательных участков аппаратура смогла распознать только с пятой попытки. Из-за сбоев оборудования на некоторых участках создаются очереди. После получасового ожидания на одном из участков Таласа, например, избиратели разошлись по домам. По словам главы Центра избиркома Нуржан Шайлдабековой, группа технической поддержки старается оперативно решать возникающие проблемы. Всего у нас сертифицированных, обученных 600 человек работает по всей стране, но кроме этого подключены также все резервы государственной регистрационной службы. И в оперативном порядке эти группы выезжают по таким сигналам и устраняют эти проблемы. По информации ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдается в столице Иожской области. На 10 часов здесь проголосовало 4,33 и 3,45 процента соответственно. С жалобами и любыми вопросами о ходе голосования граждане могут обращаться по телефонам горячей линии ЦИК по номеру 1255 и горячей линии правительства по номеру 119. По данным ЦИК, за ходом голосования следят около 150 аккредитованных наблюдателей из 25 стран, третий из них из стран СНГ, а также сотни местных наблюдателей. Охрану общественного порядка обеспечивают более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Бот и Сайф Александр Симонов, НТС. За нарушениями следят не только наблюдатели из различных организаций, но и милиция. По данным МВД, зарегистрировано 5 фактов подкупа избирателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Алмаса Розалиев. Два случая выявлено в Чуйской области и три в Бишкеке. Однако назвать партию, которая подкупала избирателей, сотрудники правоохранительных органов пока не могут. Напомним, граждане могут сообщать о таких фактах по телефону горячей линии. Фактом подкупа, напомним, считаются не только деньги, но и продукты и прочие подарки напоминают милиции. По Чуйской области два, по Бишкеку три факта. Следственные органы сейчас ведут проверку, проверку, решение пока не принято. Центральная избирательная комиссия решила не отстранять кандидатов партии Кыргызстан от участия в выборах в Бишкекский гор Кенеш. Такое решение ЦИК принял сегодня ночью. Накануне с ходатайством об отмене регистрации кандидатов партии Кыргызстан на выборы в столичный Кенеш, в Центр-избирком обратилась и Бишкекская территориальная избирательная комиссия. Председатель ЦИК Кайрат Маматов сообщил о двух вынесенных предупреждениях партии за нарушение правил предвыборной агитации. Второе было сделано 9 декабря. Материал с участием епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила был опубликован в нескольких интернет-изданиях. Однако даже после второго предупреждения данный агитационный материал был показан в эфире Пятого канала. В связи с чем Бишкекская ТИК вынесла решение ходатайствовать перед ЦИК об отмене регистрации партии Кыргызстан. Учитывая, что религию ни в коем случае нельзя вмешивать в политику, сообщил глава ТИК. Рассмотрев обращение уже за полночь, ЦИК принял решение в отказе Бишкекской ТИК удовлетворения ходатайства по отмене регистрации кандидатов по данной партии, поскольку, согласно статье 44, подобные ходатайства должны подаваться за три дня до выборов. Центр избирком ограничился лишь вынесением предупреждения партии Кыргызстан и Пятому канаву. Процесс голосования на некоторых избирательных участках столицы сопровождается большими очередями, в основном из-за сбоя оборудования. В участковых комиссиях это объяснили тем, что аппаратура так реагирует на холод. В целом же на данный момент грубых нарушений по Бишкеку зафиксировано не было. Избиратели проявляют достаточно большую активность. Бишкесский избирательный участок номер 1133, что в 39-й школе, открылся, как и положено, в 8 часов. Однако сам избирательный процесс начался не сразу, не работало считывающее устройство, и за первые 15 минут проголосовало 3 человека. Сколько времени уходит? Вы считаете? Я вас очень прошу. Вот это устройство вызывает. Техника, как сказать, не считывает немножко. Возможно, мы попросим сейчас у председателя замены, чтобы он обратился в горе для замены оборудования. На участке сейчас, если мы внимательно увидим, 3 считывающих устройства. Ну, просто у каждого, получается, в комплекте они идут. То есть, если сейчас заменять что-то, это будет полный сбой, на мой взгляд. На мой взгляд. Поэтому мы сейчас подождем, чтобы здесь, как сказать, приехала техподдержка, она решила бы этот вопрос. Сейчас все хорошо. Устройство стало считывать. Приехал представитель ГРС, закрепленный за нашим участком. Он находится сейчас у нас на участке. Так что, девочки работают. Вначале не было, значит, во-первых, температурный баланс и, во-вторых, освещение немножечко. Там устройство, оно реагирует на свет, вы знаете, да? Значит, для того, чтобы штрих-код считал, нужно, чтобы правильно подал свет. Многие избиратели не знали, в какую урну ложить бюллетень на референдум, а в какую на выборы в местные кенеши. В таких случаях помогали члены участковой избирательной комиссии, которые им все объясняли. Александр Игоревич, не надо показывать ничего. Вот так держите, вот так. Она вниз. Уважаемые избиратели, ваши бюллетни должны смотреть вниз. Вы опустите в урну, в референдум, пленный бюллетень черно-белый, вы опустите в кенеш. Хорошо? Таинство поздравления должно соблюдаться. Теперь сюда. Да, да, все правильно. Здесь огинать не надо. Пожалуйста, там два бюллетня у вас. Уважаемые женщины, послушайте меня. У людей активность, позиция. Они стоят и ждут. Важен каждый голос. Вот, допустим, для меня, наблюдателя, очень важно, чтобы каждый смог проголосовать. Поздравляю всех киргизнанцев с праздником, потому что выбор – это такой момент в жизни каждого человека происходит. В принципе, я сейчас проголосовал, и я доволен тем, что проходят такие выборы. Я пришел, паспорт дал, высветился на компьютере, мой ID-карт, палец поставил, быстро считалось, и все, и проголосовал я. Буквально, ну, где-то минуты две ушло, наверное, все. Граждане активно проявляют свою гражданскую позицию. На участке 11.33 в Бишкеке на момент нашей съемки нарушений зафиксировано не было. Анастасия Соболева, Аскад Касымбеков, НТС. По референдуму более 36 тысяч жуалабадцев – это 7,2% голосующих. И там не обошлось без некоторых технических заминок. Однако особых нарушений, как сообщают наблюдатели, пока не зафиксировано. На трех участках с урнами возникли проблемы. Одну удалось восстановить за полчаса, а две другие специалисты так и не смогли починить. Так что людям пришлось ждать. В результате получилось некоторое столпотворение. Других проблем, к примеру, каких-то нарушений, а именно заявлений конкретных пока не было. С 8 часов стоим, пришли на свой участок, и вот до сих пор не можем проголосовать какие-то технические неполадки. Очереди скопились люди, вот мерзнем, ждем. Надо отметить, что люди активно голосуют жалобами на какие-то нарушения, пока не обращались. И мы, в свою очередь, также пока не зафиксировали каких-то грубых нарушений. Население в праздничном настроении. Кроме того, примечательно, что выборы и референдум в этот раз совпадают с днем защиты прав человека. Это были последние события к этому часу. Следите за всеми новостями на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин